Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу поздравить всех, абсолютно всех, с праздником 1 сентября, с началом учебного года. Мы в любом случае, в той или иной степени, относимся к этому празднику. Кто-то просто вспоминает 1 сентября, как было у него, да, потому что мы все учились, все ходили в школу, и не только. Вот, у кого-то идут дети, кто-то идёт сам, так что у всех я поздравляю с началом учебного года. И, конечно же, с осенью. Пусть осень радует нас своей погодой, и зима в том числе, которая будет, да. Так что всем хорошего настроения, всем отличного дня, вечера. Не знаю, когда вы меня смотрите. Сегодня у меня будет влог. На самом деле, этот влог я снимала до 1 сентября. Точнее, у меня там несколькими днями, какими-то отрывочками небольшими, я всё решила собрать в кучку и сделать такой небольшой влог. Надеюсь, что вам будет очень интересно, потому что села его монтировать. Сейчас я поняла, что у меня нет ни начала влога, ни конца, ничего вообще. Просто какие-то кусочки наснимала. Вот, но очень сильно надеюсь, что вам будет интересно. Тем более, вы просите меня снимать почаще, выкладывать видео почаще. На самом деле, сейчас я, уже завтра мы пойдём в поликлинику, отведу своего младшего сыночка. Ну, тоже типа медосмотр, да, за справкой в садик, в общем. И с понедельника он у меня пойдёт в садик, и я буду немножко посвободнее, потому что всех уже собрала, всё уже куплено. Даже, мне кажется, больше, чем нужно было, по крайней мере, ручек. Что-то у нас в этом году накуплено очень много. Всё уже, всех собрала, все у меня готовы. Всё, один уже начал ходить в школу, второй только-только-только будет ходить. И у нас ещё, знаете, в Питере как раз-таки перед первым сентябрём и первого сентября такая хорошая погода. И у меня сын говорит, такой, вот, мама, в школу надо идти, а погода-то наладилась. Вот, да, такое бывает. У нас сейчас тоже выходит солнышко, хотя сегодня был дождик. И ещё сейчас смотрела ленту в Инстаграме и везде. И у всех там фотографии, видео, деток с первого сентября. Мой старший сын просто оделся, развернулся, ушёлся. Никаких фоток, ничего. Это вообще не праздник и всё в этом духе. Вот, так что у меня даже нет фотографий сыночка с цветом. Просила мужа сфоткать, но они отказались. Так что вот так вот. Ну, четвёртый класс всё-таки, да. А младший сын у меня пойдёт в следующем году. Ему в апреле, в конце апреля только будет 7 лет. И поэтому мы вот идём на год позже. Вот, ну и ничего. В следующем году своего первоклассника на фотку. И мне всё равно будет, хочет он этого или нет. Вот, так что вот так вот. Так что приглашаю вас в просмотр. Надеюсь, что вам будет интересно. Значит, приехали мы. домой и сейчас покажу наши такие покупки из мясного магазина. Мяса у меня нет совсем. Вот, мы совсем не купили. Но купила яйца. Меня тоже спрашивают, где я покупаю яйца. Там. Это домашние яйца. Они продаются либо там, где курица всякая продаётся, либо там, где молочка. То есть в молочном отделе это домашние куриные яйца. Вот я купила два десятка. Вот такие упаковки. Она прямо их откуда-то набирает. В общем, вот такую вот упаковочку. Бона, как всегда, воду пьёт. Извиняюсь. Также мы купили хлебобулочную. Вот такую. Это как-то она называется. Вот такая вот лепёшка. Тоже мне очень нравится. Она очень вкусная. Вот такая. Матнакаш. Да, правильно. Вот. Очень вкусная лепёшечка. Дальше батон вот такой какой-то лёгкий. И в нарезке купили. И здесь печенье ещё вот такое. В этот раз ракфорт мы ещё не съели. Вот. Но решили ещё вот такое вот печенье. Смотрите, какое оно очень вкусное. Вот. Там, я так понимаю, какое-то птичье молоко. Наверное, какое-нибудь. Не знаю, что там внутри. Мы ещё не пробовали, но обязательно попробуем. Вам ничего не купили. Вот. Но я им тоже сейчас дам вкусняшки. У меня ещё с прошлого раза остались. Также я купила сметану 15% вот такой стаканчик. Моя сметана уже закончилась. И масло. Масло сливочное. Масло вологодское. Оно очень вкусное. Тоже там на развес. Это в отделе, где молочка. Просто девочки тоже собираются туда. Да, некоторые мне писали, хотят тоже в этот магазин зайти. Вот я объясняю. Вологодское масло. Очень вкусное. Вот этот белорусский сыр Моздам. Тоже мы его очень любим. Здесь 400 с чем-то грамм. Вот такой кусочек. Потом купила вот это вот. Это, по-моему, тоже белорусская колбаска, девочки. Вот я, честно говоря, не помню. По-моему, это тоже было написано, что это белорусская колбаска. В общем, вот эта варёная колбаска очень вкусная. Вот такая в красной обёрточке. Это мы варёная колбаса, да, в общем, небольшой кусочек взяли. И ещё взяла вот такую ветчину. Вот не помню тоже, сколько она стоит. Короче, мне, не знаю, девочки, мне записывать надо. Ничего не помню, ничего не знаю. Тебе нельзя. Тебе нельзя колбаску. Я им сейчас мяско дам. У меня есть. У меня есть для них мяско. Ищу, которое в прошлый раз я покупала. Вот, так что им дам. Вот, им ничего не купила. Но сейчас уже скоро 1 сентября, я буду там часто, поэтому буду часто закупать. Вот. И вот эти вот яйца, они очень хорошие. Там продаются вот эти вот домашние. Я иногда, конечно, всё-таки в ленте покупаю. Но иногда там, видите, они все разные. Белые, такие разноцветные. Но очень классные, очень яркие у них желток. Вот, так что прикольно. Так что вот такие вот покупки. Девочки скучали. Сейчас я их покормлю. Да, сейчас дам вам еды. А то они тут голодные, холодные. Всех обижали, да. Всех обижали. Сейчас что-нибудь кушаю. Мясо вам разморожу. Да, девчонки мои. Меня ещё просили показывать покупки для котов и собак. Да, что я покупаю. Потому что меня смотрят тоже у кого животные. Большинство, я так понимаю, моих зрителей. Это те, у кого есть животные. Или кто хочет завести животных, да. Значит, котам я всегда покупаю вот такой корм. Твурина Проплан для стерилизованных кошек, кастрированных котов 7+. Вот они мне его едят с огромным удовольствием. Я бы тоже им покупала роял конин, как и собакам. Но роял конин они мне почему-то не едят. Вот этот едят всегда уже, я не знаю, второй или третий год, наверное. И, в общем, им нравится. Вот здесь индейка высокого качества. Я покупаю, когда есть в наличии и по скидке большой мешок. По скидке было только 3 килограмма. Поэтому купила 3 килограмма. Хватает им, я не знаю, насколько. Ну, наверное, на месяц 3 килограмма. Наверное, так. Может быть, больше даже. Вот. И еще я им покупаю, ну, вот это, это баловство, конечно. Я им так, в качестве вкусняшек. У меня коты никакие вкусняшки больше не едят. То есть, в плане, там, для чистки зубов, там, еще чего-то, да, вот эти палочки все, ничего такого не едят. Я им иногда даю вот такие пакеты. И здесь в этот раз купила, вот это у меня 7 штучек, сколько было в наличии, заказала для красивой шерсти и кожи. Ну, в общем, роял Канин. От Пурины они у меня особо не едят. Вот им нравится вот этот роял Канин. В общем, я им покупаю. У меня получается вот так. Здесь Пурина, здесь роял. Это не очень, конечно, хорошо. По крайней мере, так говорит ветеринар. Но даю не часто. Даю, кстати, мне каждый день. Ну, когда тут сильно попрошайничают. Если даю мясо котам, то не даю вот это вот. Вот, когда сильно попрошайничают, я им даю. Но по чуть-чуть даю, короче. Вот. И в прошлый раз, я, по-моему, не показывала уже эти покупки. Но, в общем, я им заказывала вот такой органик. Марка, да, называется органик. Различные вот такие баночки. 300 грамм делю им на двоих. То есть, Джусси чуть-чуть, а большую часть, конечно, Бонни отдаю. Вот такие, смотрите. Вообще, мне ветеринар говорил, что вот эти субпродукты, это очень-очень полезно для собак. Вот. Я даже читать не буду. Вот. Потом с говяжьим сердцем еще им взяла. И... Что здесь сердце говяжье? Еще, по-моему, куриные. А, и печень говяжья. Печень говяжья, да. Там есть еще с куриными желудками, но куриные желудки я им и так покупаю в сыром виде, поэтому решила не брать. В общем, им то же самое. Если даю сырое мясо, то вот это уже не даю. То есть, это у меня на вечер. Вот. И даю, ну, немного. То есть, это в качестве тоже, ну, вкусняшки, можно так сказать. Вот. Так что вот такие вот у меня покупки. Все заказываю на питшопе. Это все у меня обошлось на 3 тысячи рублей. Вот. Так что вот такие еще покупки для животных у меня. Все время заказываю на питшопе, потому что ловлю там акции, скидки. И, в общем, в общем, и привозят мне прямо на дом. Прям могут даже в дом занести, если что-то очень тяжелое. Поэтому мне очень нравится этот магазин. Вот у меня, видите, питшоп. И он, кстати, рядом со школой моего сына тоже есть сам непосредственный магазинчик. И я иногда тоже туда захожу, иногда заказываю. Вот сейчас заказала. Как мы готовимся к 1 сентября? Девочки, мальчики, намыли мне мою машину. Молодцы они у меня. Старший с младшим сыночком намыли и даже ее наполировали. Представляете? Смотрите, она прям блестит у меня. Мне кажется, она давно такой не была. Вот такая вот у меня красоточка теперь. Я внутри только пропылесосила. Вот. Они помыли коврики. Коврики помыли мне, машину помыли, диски помыли. Ну просто красота. Смотрите, как блестит. О, как блестит, девочки. Видите, какие у меня мальчишки. А вы меня спрашиваете, почему я называю их мужчинами, а не детьми. Потому что они у меня мужчины. Они выполняют все вот такую вот, такую работу мою выполняют. Я на самом деле никогда не мою машину. Вот. Ну я тут им, конечно, ведра приносила, тряпочки, знаете, такая. Меня наполировали. Наполировали, намыли прям мылом. Ну, весело им тут хохотали, конечно. И поругались уже несколько раз. Но намыли нашу красавицу. Внутри все протерли. Вот там вот все. Я уже закрыла машину. Так что вот такая вот у меня теперь красотка. Карета готова к первому сентября. Вот, смотрите, реально даже разводов нет. Вот какие молодцы, видите, девочки. Вы спрашиваете, почему мужчины. Потому что мужчины занимаются обслуживанием, техобслуживанием моей машины. Вот, так что умнички мои. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А еще мы тут на обед решили поесть блинов. И жарит у меня их старший сынулька. Менечка такая, смотрите, сколько уже сделал. Я сделала тесто, а он блинчики. Прямо молодец у меня. И машину помыли, блины нажарили. Прямо золотце. Да? Уже это... Вошел... Вошел во вкус, да? Уже это... Уже нормально? Да. В общем, вот такие вот. Вот, смотрите, сколько уже сделал. Сам. Умничка. Ну, только там один блин... Да, один блин. Первый я сделала. Потом он. Тесто я ему сделала. В общем, печет. Он мне много помогал. Да. Ну, поначалу немножко помогала, показала, как у них печь. Вот, а теперь сам все. Прямо молодец. Прямо все, девочки. Я могу отдыхать. Могу уехать у санаторий куда-нибудь, да, Лёва? Не допекся он. У тебя видишь еще с этой стороны? Да. Вон, что. Смотрите, девочки, сколько он напек у меня блинчиков. Вот. Сейчас будем кушать. У нас как раз сгущёнка и сметанка. Сметанка с сахаром у нас будет. Чаёчек там нашим. Будем обедать. Вот такой у меня сыночек умничка, да, Лондик? Да. Я уж ему. Еще мы тут подготовились. На 1 сентября у нас вот такие цветочки. Лёва пойдет. Это муж заехал, сейчас купил. Вообще, я обычно гладиолосы, которые сажаю, но у меня один только зацвел. И в этом году у меня какие-то вообще чахлые очень. Поэтому решили купить вот такой букетик. А это муж принес мне подсолнухи. Мне они очень нравятся. Такие декоративные. Они, правда, маленькие. Здесь еще завязали такой ленточкой. Я хочу немножко их поменьше сделать. И, ну, потому что у меня такой длинной вазы нет. Вот. Но подсолнухи вообще крутые. Девочки, какие красивые. Это он мне принес. Прикольненькие. Вот такие декоративные. Ну, такие все тоже посадить. Мне так нравятся вообще. Правда, единственное, что они маленькие. Вот здесь вот я как-то видела прямо вот с такими большими вот этими лепесточками. Вот этот маленький. Ну, что, тоже красота. Так что это завтра у нас пойдет. Четвертый класс, получается. Лёва у нас идет. Так что вот такая еще красота из-под солнуха. Еще похвастаюсь вам немножечко своим урожаем. Девочки, это у меня малина начала второй раз. Она у меня два раза дает ягоды. И вот сейчас только-только начала второй раз. Я собрала немножечко. И там будет много у меня так прилично. Но в основном вот когда дают второй раз, мы съедаем всю малину. Потому что уже ягод мало. Точнее, уже ягод нет никаких, да. Поэтому остается только малина. Но она у меня до конца сентября, прям до холодов будет давать ягодки. Там цветы у меня, в общем, цветет хорошо. И еще клубничку вот такую вот. Вот такая маленькая. Это ремонтанная клубника. Ее минус в том, что она вот такая мелкая. Но дает тоже два раза, вот как и малина. То есть в конце августа. Вот, ну, немножко. Но даст у меня пару кустиков. Вот такая вот. Она очень вкусная, кстати. Сладкая, но вот такая мелкая. Вот, я сейчас все это делаю. Мальчишка-мадам, я уже с первого раза малину, вот когда первый раз она давала, я ее заморозила. Просто вот так вот целыми ягодками, чтобы потом в пирог или в компот добавлять. Ну, просто сложила в пакет и бросила в морозильник. Вот. И собрала, как всегда, помидорчики, огурчики. Буду делать салатик вечером как раз к ужину. Такие помидорки у меня. И два перчика еще сняла. Вот такие у меня. Такие у меня два перчика. Хочу в следующем году красный перчик посадить. Вот, в этом году у меня зелененький. Но у меня немного. У меня там четыре, четыре или пять кустиков всего разных сортов. Вот, поэтому собрала два. Ну, и огурцы. Огурцы у меня все еще идут, цветут. И помидоры еще. Так что, я думаю, еще если будет погода хорошая в сентябре, то и в сентябре будем еще кушать. И малину, и помидоры с огурцами. Перцы-то не знаю. Наверное, все уже. Я так думаю, баклажаны, что-то все. У меня завязи больше нет. Вот, а помидоры и огурцы радуют, конечно. Ну, что, сделала я салатик со своими овощами, да, вот, которые собрала. Помидорчики все у меня ушли. Огурчики еще остались. И перец не стала класть, потому что у меня дети не любят перец. Перец я отдельно режу, обычно их хрущу. И еще сделала вот такие лодочки из баклажан. Тут и два моих баклажана, и один покупной баклажан. Один или два, ну, в общем, неважно. И мои покупные баклажаны, мои потоньше, которые. Вот. Вот, я делаю начинку, в этот раз делала бекон с лучком. Обжарила, просто туда выложила. И вот такая сырная шапочка. Это у меня сыр, немножко сметанки, яичка. Все это смазываю, ставлю в духовку при температуре 180 градусов, ну, минут на 20, может быть. Ну, где-то примерно на 20 минут. Вот. Чтобы сделать такие лодочки, я вот эти баклажаны предварительно немного отвариваю. Тогда можно как раз вот эту мякоть, семечки хорошо ложечкой убрать. Так что вот такой вот у нас будет сегодня ужин. У меня еще там со вчера мяско оставалось. Так что доделала просто овощи немножко, чтобы было по-разнообразнее к ужину, скажем так. Ну, и баклажаны в таком виде у меня очень-очень любит мой муж. Ну, и на сегодня я буду с вами уже прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным, самое главное. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую и до новых встреч!